Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Куцей Сергей и я рад приветствовать вас на канале Каталог Воблеров. На моем канале стартует новая рубрика, видео из которой будут отмечены вот такими вот восклицательными знаками. Это я делаю для того, чтобы у опытного рыболова не отнимать ни времени, ни занимать его внимание, возможно уже той информацией, которой он владеет в совершенстве. В таких видео я буду очень тщательно, очень стараться доходчиво разжевать какую-то рабочую тему, связанную со спиннинговой, а возможно дальше и не только со спиннинговой ловлей. Вот очень частая история. Покупает человек катушку и не всегда эта катушка бюджетная. Бывают такие истории, что просто до смешного доводят. Купил человек катушку, намотал на нее шнур, пошел на рыбалку, первые несколько забросов несколько отстрелов. То есть вот несколько хороших приманочек ушло в никуда. По причине того, что катушечка сбросила петлю. Так вот в этом видео я хочу рассказать, как заставить катушку не сбрасывать петли. Постараюсь озвучить все мелкие нюансы, связанные с этой темой. Может кто-то не поверит, но на протяжении всей моей спиннинговой жизни, это лет 9 таких уже активных рыбалок, я не потерял ни одной приманки по причине ее отстрела. Был один случай, там на рыбалке, рыбалка «Сфор» была в Киеве, к друзьям ездил, там использовал катушечку маленького типа размера, весом 170 грамм, дабы проверить, убьет ли твичинг мелкую нежную катушку. Вот там единственный отстрел был. За 9 лет ни одного отстрела. Потому я считаю, что имею достаточный уровень квалификации в данном вопросе и хочу сегодня заняться этой темой. Итак, как заставить катушечку не сбрасывать петли? Ну, давайте пойдем по порядку. Первое, что хочу вам показать, вот профиль укладки шнура катушкой моей, одной из моих рабочих катушек «Риобиэксия». Это беспроблемный показатель. Не бросает ни петель катушка никогда, никаких других вопросов не возникает. Как добиться такого профиля укладки? Что такое профиль укладки? Какие они бывают? Какие другие моменты влияют на сброс катушкой петель? Но перед этим давайте пойдем по порядку и разберемся с некоторой терминологией. Итак, что такое бортик шпули? Это верхняя граница шпули, с которой непосредственно слетает шнур. Рабочая зона шпули – та зона, на которую ложится шнур при укладке. Юбка шпули – это часть шпули ниже рабочей зоны. Вот все это я называю юбкой. Профиль укладки – это грань фигуры, которую формирует катушка при укладке шнура. Теперь давайте разберемся с тем, какие бывают профили укладки. А это цилиндрическая укладка, когда грань сформированной шнуром фигуры расположена от юбки к бортику под углом в 0 градусов. Конусная укладка – это когда грань фигуры сформированной шнуром напоминает конус, который направлен к юбке. Обратно конусная, когда грани фигуры с формированной шнуром напоминают конус, который направлен к юбке. Идеальный конус. В случае двух предыдущих типов укладки, грань фигуры не прямая, а некая кривая, основной изгиб которой приходится в район либо юбки, либо бортика. Когда грань это прямая линия и конус направлен к юбке, такой профиль я называю идеальным обратным конусом. Укладка старая, когда грани фигуры с формированной шнуром являются кривой, совпадиной по центру шпули. Профиль укладки обусловлен избыточным количеством витков в пиковых положениях шпули, под бортиком и юбкой. И нормальным по центру. Причины в данном случае нам не интересны, но это мёртвые точки бесконечника либо кулисы. И дефектная укладка. То горб, то бугор. Когда катушка кладёт кресты или витки в одни и те же места, не смещая их. Но таких катушек я уже давным-давно не встречал. Итак, дорогие друзья, с этим мы разобрались. Теперь давайте поговорим о следующем. Причины, которые могут служить тому, что катушечка сбрасывает петли. Первое. У вас на катушке намотан перекрученный шнур. Второе. Избыточное количество шнура на вашей шпуле. Третье. Неподходящий профиль укладки. Четвёртое. Возможные провалы шнура в случае витковой укладки катушкой шнура. И пятое. Это неактуальный шнур. Липкий, грязный шнур, который ворсится. Это, наверное, и все причины, по которым может катушечка сбрасывать петли. Теперь давайте поговорим о каждой из этих причин. Когда шнур перекрученный. Как это проверить? Берём отрезочек шнура. Формируем петелечку. И видим, что у меня петелечка вокруг своей вертикальной воображаемой оси не вращается. А вот когда петелечка начинает вращаться, это свидетельствует о том, что шнур перекручен. Это может служить прямой причиной сброса петель катушкой. Вот когда рыбаки применяют вертушки, колебалки. Очень часто некоторые люди забывают о применении вертлюшков. Да и применение вертлюшка не всегда лишает вашу приманку того, что она перекрутит шнур. Потому с этим моментом нужно быть просто аккуратным. Проверили. Если шнур не перекручен, если он делает там 1-2 оборота вокруг вертикальной оси, это ничего страшного. Но если вот число этих оборотов выше, то шнур нужно либо заменить, либо если он в хорошем состоянии, просто его раскрутить. Всего-то делу. Далее. Количество шнура на шпуле. Здесь есть два момента. Есть у катушек Шевана, у катушек Фаворит, такой обрезанный бортик. Вот эскиз на ваших мониторах, дорогие друзья. Так вот нужно помнить, что количество шнура должно не превышать начало этого самого среза борта. Эта губа так называемая, она служит уже обратным конусом и призвана для того, чтобы формировать слетающий с катушки виток, либо разбивать возможную петлю слетающую с шпули катушки. Вот стоит наматывать количество шнура до таких границ, которые вы видите перед своими глазами. По поводу обычных шпуль, где у нас бортик обычный, без каких-то явных срезов, стоит помнить, что такой запас где-то в полмиллиметра лучше всегда оставлять. Это будет дополнительным моментом, который не будет позволять слетать петлям с вашей катушки. Третья причина – это профиль уплатки. Об этом можно поговорить и стоит поговорить немножко больше. Они есть разных типов. Так вот, нам нужен профиль уплатки. Если это катушка Шимана, фаворит, с губой, со срезанной губой, со срезанным бортом, и если грань фигуры с формированной шнуром – ровная линия, то идеальным профилем уплатки для такой катушки будет цилиндрическая. Когда по отношению от юбки шпуле до бортика эта прямая располагается под нулем градусов. Такой профиль уплатки позволит осуществлять наиболее дальние забросы. Если есть какие-то вопросы к граням фигуры, то нам нужна обратно конусная укладка. Почему? Я надеюсь, что здесь не нужно долго объяснять. Все, надеюсь, понимают, что когда виточек слетает со своего посадочного места, и если перед ним есть какое-то препятствие, то потянуть за собой петлю ему крайне сложно. Если нет никакого препятствия, то есть конусная укладка, то сделать это гораздо легче. Чем хорош обратный конус? Он исключает возможность при выполнении всех остальных требований моих, исключает возможность слета петель. Или уменьшает ее. Чем плох обратный конус? Обратный конус есть залогом меньшей дальности заброса. Не стоит формировать какие-то значительные обратные конусы. Давайте, наверное, сразу поговорим о том, как их формировать. Чтобы сформировать обратный конус, если у вас цилиндрическая или обратно конусная укладка, вам нужно посадить шпулю немножко ниже. Как это сделать? Снимаете шпулю. В большинстве случаев спиннинговых катушек это шпуля с передним фрикционом и есть подшпульный узел. Они бывают очень разные, но в большинстве случаев все очень просто сделать, если заменить родную регулировочную шайбу в подшпульном узле шайбу, на которую непосредственно садится шпуля на более тонкую или забрать самую тонкую шайбу из подшпульного узла. Шпуля у нас получится относительно пиковых положений ролика лескоукладывателя сядет немножко ниже и выйдет, что возле бортика шпули будет избыточное количество витков. Чем больше нужен вам конус, тем ниже стоит садить шпулю. Если ваша катушка по дефолту мотает слишком значительный обратный конус, то шпулю нужно поднять. Путем обратно подложить дополнительную либо заменить родную тонкую на более толстую шайбу. Если подшпульный узел имеет такой конструктив, что это сделать сложно либо невозможно, стоит тогда регулировать положение ролика лескоукладывателя по отношению к шпуле. Как это можно сделать? Сняли шпулю, открутили гайку ротора, перед этим стопорный винт или стопорную какую-то декоративную накладочку и сняли ротор. Вот под ротор можно подложить шайбочку. Это немножко поднимет пиковое положение ролика лескоукладывателя. То есть, это то же самое, что опустить немножко шпулю. Есть момент. Стоит применять шайбы подходящего размера. Однозначно. И толщина этих шайб не должна быть очень грубой. Вот чтобы регулировать укладку, вообще я советовал бы там шайбы с таким шагом 0,1 мм. А лучше еще тоньше. Вот 0,05 мм при регулировке укладки шнура это вообще замечательно. После того, как вы подложили шайбу, собрали катушечку, сразу не нужно ее вращать. Очень медленно, плавненько, ручками. Вращаете ротор и смотрите, нет ли конфликта юбки шпули и ротора. Поскольку ротор мы подняли, а шпуля осталась на том самом положении. И она может юбкой своей просто биться о ротор, либо о его плечи. Вот если все хорошо, это еще одна возможность сформировать обратно конусную укладку. Что делать, дорогие друзья, если нет возможности либо опустить шпулю, либо поднять сам ротор. Допустим, по причине их конфликта. Выход есть и из этой ситуации. Вообще, хочу сказать, что на любой катушке, если профиль укладки не дефектный, из нее можно сделать конфетку. в плане профиля укладки катушкой шнура. Что нужно делать? Нужно сформировать, ах да, и если, конечно, у вас не мелкопрофильная шпуля, нужно сформировать профиль самой рабочей зоны компенсирующей формы. То есть, если у вас, допустим, четкая цилиндрическая укладка, то нужно ручной подмоточкой вымотать профиль укладки в небольшой обратный конус. Далее я делаю следующее. Беру упаковочку от воблеров. Там блистер, такой достаточно твердый, хороший материал. Главное, чтобы не очень тонкий, хотя бы 0,35 мм. Вырезаю полосочку подходящих размеров, огибаю один виток и фиксирую изолентой. Главное, все делать очень туго. И все. У нас готова в моих случаях мелкопрофильная шпуля. Я подматываю так уже эту грань, дабы не пользоваться потом бэкингом. Мелкопрофильная шпуля у нас получается с профилем рабочей зоны компенсирующей формы. То есть, в итоге мы получим желаемый результат. Грубо говоря, если у нас по дефолту мы получаем профиль укладки плюс 5, а мы хотим минус 3, то профиль рабочей зоны нам нужно сделать минус 8. Дорогие друзья, сейчас на секундочку отвлекусь, пока вспомнил. Когда-то я советовал также человеку формировать обратный конус путем подлаживания шайбы под ротор. Под ротор, это значит непосредственно под ротор, под шейку ротора. Дальше в механизм лезть не стоит. Если вы снимете фиксирующую плашку и положите шайбочку под подшипник, либо под барабан, то вы сместите пятно контакта главной пары. Это действие должно быть полностью осознанное в определенных ситуациях. А в определенных ситуациях по износу зубьев могут быть совсем разные показатели. Потому, этого делать не стоит. Под ротор, значит под ротор. Никакой самодеятельности здесь не должно быть. Советую, пожалуйста придерживайтесь моих советов, потому что делая такое видео, какую-то я беру на себя ответственность, потом не хочется читать в комментариях, а я сделал, как ты мне советовал и в итоге у меня отстрел. Вот если вы сделаете все так, как я вам советую, то о отстрелах вы должны забыть навсегда. Итак, далее. Ручной подмоткой можно также лечить профили укладки стали. последними витками бэкинга, либо первыми витками шнура формируем фигуру на профиле укладки компенсирующей формы. То есть, если у нас талия, такой провальчик по центру шпули, формируем горбик обратной формы в том же месте и в итоге получим четкую укладку. вот, наверное, вы замечали, что некоторые производители одевают такие резинки по центру шпули на некоторых моделях катушек. Они выполняют ту же самую функцию. Если ее забрать, то вы получите в итоге профиль укладки стали, а когда она есть, более-менее достойный результат. Все это можно сделать вручную, без либо каких проблем и получите замечательный показатель по профилю укладки. С помощью ручной подмотки и формирования профиля рабочей зоны шпули можно добиться показателя идеального конуса, когда каждый следующий виток ближе к бортику шпули находится чуть-чуть выше, нежели предыдущий. То есть, слетая со своего посадочного места, в принципе, виточек не упирается в другие витки из шнура. Возможно, незначительно он их как-то касается. Когда у вас цилиндрическая укладка, потом достаточно значительный обратный клин из шнура, то по дороге до соприкасания с бортиком шнур касается еще самого себя по дороге. Это уменьшает дальность заброса. Так, про это вроде бы сказал все. Регулировочные шайбы под шпулю, под рота, если нет или результат вас не устраивает, то формируете профиль рабочей зоны самостоятельно. И, наверное, стоит сказать по поводу беттинга. Очень часто, вот, наверное, уже 150 человек сказало со своих каналов, что не используйте леску, материал беттинга более толстого сечения, чем основной шнур. Когда вы мотаете, часто также случаются такие истории, просто люди подматывают на беттинг, при том, что основной шнур 0,14 миллиметра, грубо говоря, они подматывают леску 0,4 миллиметра. И, в итоге, вот эта грань фигуры получается такая бесконечная какая-то со множеством горбов и впадин кривая. Это также плохо. Это будет отражаться на дальности заброса, это будет отражаться на возможности сброса петель. Этого делать нельзя. Либо такое вожесечение должен быть беттинг, либо еще тоньше. Итак, дорогие друзья, вроде бы все сказал по поводу этой возможной причины слета петель. Идем дальше. Возможные провалы по причине витковой укладки. Вообще, если стоит задача твичинно, то я бы, конечно, советовал катушки с крестовой укладкой. Если пользуетесь катушкой свитковой укладкой есть необходимость форсировать события на затянутых тормозах борете какого-то серьезного противника, то после этого, как мне подсказывали друзья в комментариях под одним из прошлых видео, стоит сделать такой пробный, легенький, нехлесткий забросик на всю длину шнура путем сплавления приманки либо по течению, либо еще как-то, дабы убедиться в отсутствии тех самых провалов. То есть, применяете катушечку с витковой укладкой обязательный контроль по возможным провалам после больших нагрузок. Ничего сложного, но стоит всегда это помнить, потому что если случился провал, делаете хлесткий быстрый заброс, виточек при слете может зацепить рядом находящийся немного выше другой виток. В итоге та же борода, тот же отстрел. Нужно контролировать. Ну и последняя причина, пятая получается причина актуальность шнура. Шнур всегда должен быть в актуальном состоянии. вот обращал внимание, что липкий шнур, шнур, который насобирал на себя много тополиного пуха, шнур, который ворсится. Все эти мелочи могут служить также причиной для слета петли, также в итоге причиной для отстрела приманки. ваш шнур всегда должен быть в актуальном состоянии. Все просто и легко. Если вы соблюли все то, что я вам сегодня озвучил, все те моменты и профиль укладки у вас подходящий, цилиндрическая либо обратный конус незначительный, то о петлях, о сбросе бород вы должны забыть навсегда. Все дорогие друзья, на этом буду заканчивать данное видео. Надеюсь максимально доходчиво все сделал. Надеюсь больше не придется мне расписывать там полукилометровыми сообщениями ответы на вопросы по данной теме. Достаточно будет только ссылочки на это видео. Всем кому было интересно ставьте лайки под этим видео. Подписывайтесь на канал дорогие друзья. Всем ни хвоста ни чешуи. До скорых встреч. .